Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft и это свежий выпуск настоящих новостей страйкбола. Генеральный спонсор канала страйкбольный магазин Airsoft Rules. В этом выпуске нас ждет много крутых и даже неожиданных новинок, но победитель в номинации интрига осени абсолютно точно LCT. Почему, расскажу. Традиционно начну с наших новостей. Для тех, кто любит больше читать, чем смотреть, примерно год назад мы завели свой канал на Яндекс.Дзен. И сейчас там есть почти все наши видео в формате статей, то есть картинки и текст. Это удобно, если вы по каким-то причинам не имеете возможности смотреть видео, но хотели бы почитать наши обзоры с новинками. Видео там, правда, тоже есть. А еще там регулярно выходят новости, пользуйтесь, ссылка в описании. Вернемся к LCT. Про то, что они сделали свою версию SVD, я уже говорил. Развивая эту новость, можно сказать, что помимо версии в дереве, будет версия с пластиковой фурнитурой. И даже версия SVD-S. А еще, что более интересно, стало известно, что бодик для этих SVD будет кованый с последующей фрезеровкой. То есть ресивер фрезеруется из цельного кованого куска алюминия, что дает бонус к прочности в сравнении с литыми в готовую форму с последующей дофрезеровкой. И это дает надежду, что версия от LCT все-таки сможет конкурировать по качеству с Real Sword. SVD, конечно, круто. Кованный ресивер тоже. Но где настоящая интрига? А настоящую интригу LCT устроили своим недавним видео, в котором привычным партизанским способом они как бы анонсировали новинки будущего. В этом ролике можно рассмотреть уже сделанную SVD и страйкбольный PM, или, возможно, его модификацию ИШ-70. А в документах, которые передает девушка на видео, светятся пистолет Грач, пулеметы М249 и М249 пара, пулемет ХК-21, автоматы СТГ-44 и комплекс ОЦ-14 Гроза. А еще пистолет-пулеметы УЗИ и ОЦ-02 Кипарис. Разумеется, в этом ролике LCT ничего конкретного не обещают и ничего конкретного не сказали, но интрига, согласитесь, конкретная. Уверен, что многие бойцы темной стороны мечтают о М249 и ХК-21 от LCT, а фанаты Сталкера, разумеется, о АЦ-14. Да и на страйкбольные ГББ-пистолеты в исполнении LCT я бы лично посмотрел. Ну, поживем-увидим. Кстати, в магазин Airsoft Sports приехала большая поставка продукции LCT. Помимо стандартного большого набора запчастей, магазинов, калашей в Зените и прочем различном обвесе, приехали пулеметы, в том числе ПКП и РПД. И если вы хотите моего мнения, то РПД это вообще самый интересный экземпляр из всего представленного. Из него можно сделать очень крутой укороченный кастом в современном обвесе, получив весьма необычный и эффективный страйкбольный пулемет, причем стальной. У каждого страйкбольного пулеметчика вторая по важности вещь после самого пулемета это, разумеется, шары. И они тоже, кстати, приехали в Airsoft Sports. В наличии полный ассортимент брендов Aimtop и BLS. Есть легкие, тяжелые, трассерные и биоразлагаемые. Какие хотите. Есть даже 25-килограммовый пак черных шариков весом 0,12 грамм. Если вы вдруг захотели экзотики, ссылка в описании. Прямой конкурент LCT, компания Arcturus, конечно, по интригам отстает, но тоже работают над крутыми новинками. Например, совсем недавно они показали первое видео со своей AEG-версией PP19-01 VITIZE. Из интересных особенностей можно отметить, что их бодик более копийный по отношению к оригиналу. Штатно стоит гербокс третьей версии с электронным спуском и возможностью быстрой замены пружины через приклад. Ну и камера хопапа роторного типа с регулировкой колесом, как это сделано у Combat Union и некоторых GNG. Если вы вдруг думаете, что ЭПП с клонами AAP-01 от VES закончилась, то нет. И в этот раз это просто комбо. Они сделали версию с рамкой от HighCup. Кто-нибудь, остановите их! Хотя, с другой стороны, такое комбо выглядит как идеальная база для спецофта. Кстати, о спецофте. Российская мастерская LENIN SOLUTIONS работает над переходником, который дает возможность газовым глокам питаться воздухом от VVD линии и одновременно питаться шарами от магазинов MP5. Я имею в виду стандартные AEG-овские MP5 магазины. Решение, конечно, не антуражное, но сильно востребовано в спортивном направлении. На Западе давно бегают с такими адаптерами, выдавая жуткие очереди с пистолета. А это, похоже, первое российское серийное изделие. Ценник обещают в районе 5000 рублей, что, в принципе, выглядит даже конкурентноспособно. В это время другая российская мастерская, Coaxid, работают над антуражными укороченными механическими магазинами для АК-серии. Такие магазины вы могли видеть, например, в Escape from Tarkov, Metro, Stalker, а еще у Охотников. Будут версии в форм-факторе под 7,62 и 5,45. Вместимость 60 страйкбольных шариков. Конструкция, кстати, однорядная, поэтому можно ожидать хорошей подачи. Ориентировочный ценник 1000-1250 рублей за штуку. Тему магазинов продолжает уже зарубежная компания PTS. Прямо сейчас они открыли предзаказ на обновленный механический магазин тоже для АК-серии. Называется TPM AK-магазин. И по факту это просто обновленный макпулл PTS AK. Из заметных отличий я заметил более прозрачный пластик, чтобы было можно подсматривать, сколько шаров там осталось. И пятку демпфер, которая будет не лишней, если вы любите ронять магазины на пол. Емкость, кстати, с целых 155 шариков. Обещанный ценник 20 долларов. Еще одна жирная новость. В этот раз от VFC. Примерно с 2019 года VFC работают над страйкбольной версией гранатомета Carl Gustav M3. Они даже как-то показывали вполне себе рабочий прототип. И вот совсем недавно тайваньский магазин Action Airsoft Online Store засветил свежие фото новинки. Которая, кстати, стала выглядеть еще лучше. И, возможно, в скором будущем мы увидим уже что-то близкое к серийному продукту. Стреляет новинка стандартными 40-мм выстрелами. Соответственно, ее можно будет заставить работать с выстрелами от подствольников от Togin или Strike Art, используя соответствующий адаптер. Когда все это будет в продаже и сколько это будет стоить, я пока не знаю. Кстати, а Strike Art и Togin. Они продолжают играть в игру, сделая из продукта оппонента мутанта. Сначала Togin сделали вставку в миномет пламя, чтобы он мог стрелять таговскими минами. А теперь Strike Art сделали стендалон-платформу, чтобы было можно удобно стрелять выстрелами Кикшелл. Работает как помповый дробовик. Сомневаюсь, что это пойдет в серию, но выглядит это как минимум забавно. Продолжая тему страйкбольной пиротехники, нельзя пропустить свежее видео от Центр Механика, в котором они показали работу страйкбольного АГС-17. Как я уже говорил, эта штука стреляет выстрелами тюльпан и чекист от Strike Art. Смена типа боеприпасов происходит с помощью замены ленты. Еще, насколько я понял, прямо сейчас производится серия этих гранатометов. Ценника я не знаю. В магазин страйкбольной пиротехники Бабахи приехали новинки от Togin. Во-первых, это обновленная М67 в новом антуражном корпусе. Видео на нее я недавно делал на нашем канале. И АФГ-4 с двухсекундной задержкой. И это самая бюджетная страйкбольная граната с активной скобой. Ценник на нее 125 рублей за штуку. Первое, что я сделал, когда эти гранаты попали ко мне в руки, точнее даже к гранатке, я проверил, влезает ли она в бандольеру. И выяснилось, что она отлично в нее влезает даже со скобой. И похоже, это новый хит для закрытых полигонов. Вы сейчас, наверное, подумали, что на этом тема страйкбольной пиротехники исчерпана. И тут с вертухи залетает компания Бэйкомплект с новой сертифицированной страйкбольной гранатой Рекрут. Если сразу к сути, то это тот самый компромисс между антуражем и ценником. Сейчас объясню, что это значит. Полимерный корпус новинок повторяет легендарные российские гранаты, оборонительную F1 и наступательную РГД-5. Наполнитель горох, пироэлемент четвертый или шестой корсар. Наполнитель не гремит. Вес изделия 100 грамм. Ну, такое уже было. Вроде ничего нового. Но вот узел запала тут весьма интересный. Он частично повторяет УЗРГМ, но тут нет активной скобы. То есть, как только вы выдергиваете чеку, ударник запускает замедлитель и спустя 3,5 секунды граната бахает. Такое решение позволило удешевить ценник относительно версии с активной скобой. Обещают 125 рублей за версию с четвертым корсаром и 135 рублей за версию с шестым. Продажи, насколько я знаю, раз ее уже анонсировали, должны начаться достаточно скоро. Российская мастерская Scout Sniper Airsoft работает над страйкбольной снайперской винтовкой Scalpel. По факту, это эффективная смесь Macmillan CS5 с ресивером от DWL-10 и магазинами под 5,56 вместо 7,62. Ну, просто потому, что качественных страйкбольных 5,56 на рынке много, а 7,62 не очень. Новинка построена на основе архитектуры VSR-10. Также планируется ВВД-версия, вес всего 2,1 кг. Производитель говорит о том, что упор будет делаться в сторону легкого взвода, бесшумности и малого веса и габаритов. В общем, эта винтовка больше про эффективность, нежели про антураж. Старт продаж намечен на следующую весну. Ориентировочный ценник обещает в районе 35 тысяч рублей, что не так уж и много за готовый продукт формата «Купил и играй». Разумеется, нужно будет еще посмотреть на реализацию всего этого, потому что пока есть только рендер. А у меня на этом, пожалуй, все. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях. Ваша активность там очень важна для продвижения канала. Также не забывайте поставить уверенные пальцы вверх. Я старался. С вами был Евгеньевич. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok